Дорогие мои ребята, всем привет! Сегодня мы с вами едим клубнику в шоколаде. Ну, я, если честно, это клубника в шоколаде, даю вам намек, кто у нас все-таки будет. Так, как думаете, кто же? Девочка или мальчик? Давайте я открою вам, покажу поближе. Вы точно поймете. Ладно, ребят, смотрите, какая красота. Девочка, девочка, ребят. Представьте. Так, ну что, я, если честно, клубнику в шоколаде не ела просто очень давно. Никогда. Вот так вот. Знаете, чтобы целую коробку, чисто для себя, любимой. Ты себя не порадуешь, никто тебя не порадует. Поэтому я себя радую сама. Заказываю все-таки вкусняшки и ем на камеру, ребят, вместе с вами. Благодаря вам, на самом деле. А, ребят, сегодня мы с вами поболтаем про покупки, про предстоящие роды, про врачи, про вот это вот все, как я себя чувствую. Кстати, огромное спасибо вам, что в прошлом видео мне столько прилетело поздравлений. Ребят, это просто невероятно. Ну что, давайте начинать. Спасибо вам большое. Посмотрите, какая у нас клубника. Надеюсь, что она вкусная и сладкая. Прекрасно. Тонкий слой шоколада, обалденно. Короче, ребят, делюсь с вами. Нашла я врача. Это супер волнительно. И так получилось. Затем расскажу. В общем, я ее случайно увидела где-то года полтора назад и сохранила ее контакты. Там одна девочка рекомендовала ее. И сейчас, когда вот я ездила, кто подписан на мой Телеграм, знает, что я ездила на день открытых дверей в роддом. И там она, оказывается, работает в этом роддоме. Ну то есть, и я с ней созвонилась, и оказывается, что она еще рядом со мной живет. Ну то есть, все, знаете, совпало. Когда вот твой человек, твой врач. Так что этот вопрос я сняла. Сейчас вообще я как сумасшедшая закупаюсь. Ребят, посмотрите. Я вам сейчас покажу. Какая вообще эта мимимишность. И у меня, похоже, значит, начинается период гнездования, он называется. Когда я раньше вообще не хотела ничего покупать. Я думаю, да, куплю все по минимуму. И вот это вот, как бы чтобы лишнего не купить. Но сейчас у меня, во-первых, мне это доставляет огромное удовольствие все это выбирать. Мы уже купили коляску. Я уже купила, в принципе, все вещи на первый слой одежды. Также, кстати, мы купили комбинезон. Уже, понимаете, в котором будем забирать из роддома. Вот смотрите. Свою покажу, какая прелесть вообще. Ну просто супер. И вот я, как бы, этим занимаюсь, режу и выбираю какие-то качественные вещи. Смотрю, читаю составы. Ну, в общем, я загоняюсь по этой тени. Сейчас, кстати, еще скидки идут. Кстати, ребят, сейчас такие скидки. Я просто зашла в детский мир и там, ну, если на marketplace все вещи ну, как бы, знаете, там минимум 500, 600, 700 рублей комбез, то в детском мире сейчас по скидкам по 250 рублей висят. Ну, то есть, сейчас, правда, на детские такие вещи, скидки. Посмотрите, какая красота. По имени. Ребят, по имени мы еще не определились. Не знаю, какое имя. Мы думаем, у нас, знаете, много вариантов. Но, вот, я не могу понять, какое я имя хочу называть ежедневно, знаете, вот, какой, вот, как вообще, кто, вот, ребята, есть у меня родители. Долго вы придумывали имя? Знаете, мне не хочется называть прям в таком формате, как там Лея, Ариана, Ариадна. Ну, то есть, вот такие имена я не очень хочу. Мне бы хотелось какое-то простое имя. В то же время, когда, знаете, я думаю про сильно простые имена, мне кажется, это неинтересно. Сложно. У нас есть несколько имен. Вообще, мое любимое имя Катя, естественно, но я уже Катя, да? Или можно так назвать ребенка. Так же, как у меня. Ну, это странно, ну, то есть, это бред какой-то, да? Надо называть по-другому. Зачем одинаково? Нет имен, что ли, у нас? Ребят, сама клубника очень вкусная. Короче, сейчас такой приятный период. Мы купили коляску, осталось купить из такого, знаете, из такого большого, это, наверное, на кроватку и, в принципе, все. К нам еще приедет шкаф. Вы знаете, я, наверное, сниму про это отдельно, покажу вам, как я вообще буду готовить детскую. Да. Приятные сейчас моменты, такие приготовления. Но времени осталось катастрофически мало, кстати, у меня еще в феврале день рождения и получается у Саши день рождения в феврале. То есть февраль тоже будет такой насыщенный месяц, а потом уже март и вот и все. Время супер быстро летит. Так, пробуем дальше. Слушайте, ну клубника очень красиво. Я рада, что такое решила заказать. Здесь прям, мне кажется, в следующий раз, если я буду заказывать, я закажу, где прям большие клубнички. Потому что эти клубнички достаточно маленькие, а есть прям большие. Про одежду. Знаете, мне кажется, сейчас вообще родители младенцев не пеленают. Ну то есть я купила, знаете, такую пеленку кокон на замке. Но сейчас столько одежды и она такая разная, такая красивая, что мне даже не очень хочется ребенка пеленать. Потому что хочется его одевать в разное, наряжать. Как вы пеленали? Ну, по идее пеленание, мне кажется, норм на ночь. Знаете, когда ребенку, ну, чтобы было уютненько. Ну, как раз я буду использовать пеленки кокона. В течение дня, мне кажется, ребенок должен двигаться. Ну, кстати, у него день-то не как у нас. Ребенок там спит, ест, понятно. Но как бы в течение его бодрствования все-таки ребенок должен активно себя проявлять. Ребят, показываю, потому что вкусно. Лакомство. Если хотите меня порадовать, закажите мне клубнику в шкалоте. что у меня болит вообще, что изменилось? Я беременность переношу достаточно легко, как мне кажется. но у меня начинает сейчас вот уже побаливать таз. И я стала, знаете, переживать, когда я только это испытала, что у меня будет симфизит. Это расхождение тазовых костей. Девочки, кто наверняка был беременным, знают, что это такое. Но как сказала мне врач, что у меня нет симфизита, что это просто как бы легкое расхождение, поэтому я испытываю какие-то такие, знаете, ощущения, как после занятий спортом, после растяжки, вот что-то такое. Потому что когда уйти симфизит, там есть стадия его, когда большая стадия, то уже нельзя самостоятельно рожать, это только кесарево сечение. Мне бы, конечно, не хотелось, чтобы так было. И я не знала, но по факту ты можешь этому препятствовать, да, расхождению таких костей, сильному костей, постоянно держа свой таз собранным. Я этого не знала, я наоборот растягивалась, знаете, делала какие-то такие вещи. По-хорошему это делать не нужно. Нужно наоборот таз собирать, всегда стоять на двух ногах и, ну, короче, помогать ему. Я вот узнала, на самом деле очень испугалась. В общем, вот такая вот из неприятных это то, что при долгой ходьбе, при длительной ходьбе, даже после прогулки с собакой, я уже, знаете, ощущаю какие-то такие тянущие боли. и если раньше я как-то даже не обращала на это внимания, думала, да, типа, похожу еще, ничего страшного, то сейчас вот про это больше всего почитав, то есть не нужно себя доводить, когда у тебя что-то начинает болеть, все, ты останавливаешься и отдыхаешь. То есть моя, знаете, сейчас такая активность, она по чуть-чуть я двигаюсь, типа, по полчаса, по часу, не больше, мне, то есть надо отдыхать. Раньше такого не было, то есть вот на ранних, там, даже месяц назад такого не было, это вот началось буквально пару недель, ну, то есть это значит, что уже, как бы, организм тяжеловат. Вот. Из неприятного как-то больше ничего нет. В общем, беременность часто, не знаю, приукрашена, что ли. В принципе, есть чувство, как обычно. Было плохо первые три месяца, и кроме того, что сейчас болит таз, знаете, может быть, еще немного прибавилось, как одышка, потому что все-таки ребенок, он у тебя смещает органы, и у тебя как будто бы легкие поджимаются. Да, и из-за этого хочется, знаете, чаще вот я вздыхаю, делаю вот так, ну, потому что, видимо, легкие действительно чуть-чуть поджимаются. Особенно, знаете, когда плотно поешь, тоже это, ну, прям тяжело. Ко мне тут девочки приезжали, и там у одной из подружек коллега ходила на работу до последнего, но я этого, кстати, не понимаю, потому что мне некомфортно долго сидеть, мне комфортнее, там, полежать на боку, ну, вот что-то такое, там, попрыгать на мяче, опять походить, полежать, ну, то есть, а когда ты долго сидишь, тем более за компом, все-таки это тяжело. геройствовать, ходить в офис не надо, как мне кажется. Декрет седьмого месяца, это как раз-таки, вот именно после седьмого месяца у меня начались, ну, какие-то ощущения в теле, когда мне тяжеловато, когда, тем более, кстати, сейчас гололед, и ты ходишь, и боишься упасть, знаете, там вот это вот все. Чего я купила на данный момент? Ну, вот знаете, я купила комбез, тоже, кстати, в детском мире, ну, такой прикольный, молочный, теплый, вот эту вот вязаную штучку, и много всяких бодиков, вот, еще заказала две распашонки, двое ползунков, все, из такой вот одежды я пока что больше не буду ничего заказывать, потому что, во-первых, я не знаю, что ребенок будет любить, в чем, как бы, тоже кутать не вижу смысла, допустим, дома может быть даже, это какая-то легкая должна быть одежда, может быть только распашонка, там, памперс, ну, вот что-то такое, в общем, буду смотреть, и, как это все быстро пачкается, я тоже не понимаю, ну, в общем, пока что я вот все одежды буду, наверное, остановлюсь, то есть, конечно, можно всего накупить, и потом просто это, ну, для следующего ребенка, да, останется, так, у-у-у, какая красота, сколько я хочу детей, не знаю даже, еще посмотрим, как будет с первой, но, сейчас уже думаю, что можно и там рожать, и рожать, и двое можно, можно и трое, у меня, в принципе, сейчас, знаете, такой какой-то, вектор на большую семью, почему-то мне вот хочется, может быть то, что я сейчас беременная, но как-то бы хотелось большую семью, ну, вот знаете, это у меня с возрастом появилось, мне, кстати, знаете, сколько исполняется, многие спрашивают, сколько тебе лет, сколько тебе лет, ребят, мне вот в феврале исполняется 28 лет, представьте, 28 лет, ну, в принципе, я себя не ощущаю на 28, я себя ощущаю на 20, но мне кажется, это нормально, и в принципе, возраст это просто возраст, он тебя не определяет, как личность, потому что, знаете, есть люди и в 50, которые, там, не знаю, не выросли, им как будто 20, а есть люди в 30 лет, которые чувствуют себя на 50, и они уже там морально устарели, и там они говорят, о, я уже такой старый, да, там такая старая, я хотела быть, не знаю, адекватная, адекватным взрослым, который может и подурачиться, который может быть серьезным, и с возрастом ты просто приобретаешь новый опыт, и это круто, вот, вот поэтому, не знаю, в общем, я считаю, что в возрасте нет ничего такого, как бы, тоже мы с подружками встречались, и одна из них говорит, ой, мне там уже 27, ё-моё, ну, блин, 27 и 27, это вообще, тебе никто не заставляет, знаете, там, уже в 30 стать теткой, тебе никто не заставляет, там в 50 уже быть бабушкой, носить там платки, там, выиграть, ой, у меня все болит, радикулит, нет, ты можешь оставаться современным человеком и в 70-80 лет, то есть, я к возрасту отношусь очень просто, единственное, что может о том говорить возраст, что жизнь проходит, да, что тебе там уже 30, тебе уже там 40, ну, что поделать, ребята, очень вкусно, смотрите, что еще купила, это все детский мир, ну, реально детский мир, неплохо, ну, это купила я, это размер 68, на постарше, такой, ну, как бы, леопард, прикольно, это вот 62, тоже, как бы, на небольшой вырос такой, вот, и, а из таких, что еще, что еще, что еще я купила, это вот, на маленький размер, 56, не знаю, кстати, вот, сколько, у кого вот рождались там, девочки, какие у вас рождались, это вот тоже 56, 56, это вот, ну, как бы, на малыша, я, знаете, не беру 50 размер, потому что, мне кажется, что это прям совсем маленькие, и ребенок быстро из этого вырастет, мне кажется, детки рождаются в среднем 52, наверное, да, сантиметра, такая маленькая, вводим, с открытыми ножками, я вот взяла по одной штучке, для того, для того роста, и просто потом, ну, знаете, если что, да закажу, это все привозят в течение буквально двух дней, если мне чего-то будет не хватать, кстати, носки, вот с носками тоже проблема для новорожденных, какие-то они все не такие, но я вот, видите, взяла прям такие обычные носочки, типа хлопковые, не знаю, вообще понадобятся они, они там нужны, когда ребенок рождается, а потом, я тут читаю, что вообще ребенку дома лучше ходить, не ходить, а находиться без носочков, потому что через стопы, через голову регулируется теплообмен, и поэтому лучше не закрывать эти части тела носками, знаете, я там вижу, когда у людей там фотографии, в отзывах, у них типа ребенок там, ну там в боди, и в носках шерстяных, я думаю, ну неужели у вас так холодно дома? Мне кажется, это лишнее, так интенсивно кутать, так, ну что, пробуем дать еще одну, и все, ребят, я закругляюсь с едой, ну, я съела уже сколько, 11 штучек, кому интересен мой живот, заходите в телеграм, там покажу, ну как бы, здесь не хочу сейчас вставать, у нас все-таки видео другого формата немножко, клубника классная, мне, кстати, привезли ее очень быстро, буквально за пару часов, это быстро, в принципе, что клубнику привезли на дом, тоже хорошо, потому что я хотела заказать через Яндекс.Еду, а там всего лишь одно место доставляет клубнику, и доставка 700 рублей, я ее токачу. По итогу я заказала через FlowWaW, и, в принципе, получилась такая вот коробка на 2500, это нормально, потому что на Яндексе там, знаете, такая коробка, наверное, тысячи четыре стоила бы, вот, поэтому имейте в виду, где можно заказать клубнику, если хотите, там, кстати, есть и маленькие порции, вот, пишите, как вам клубника, пишите, что вам интересно вообще узнать про беременность, потому что такой период, знаете, я тоже боюсь перегнуть с информацией, и, знаете, там меня может понести, там я начну рассказывать, что меня, что меня беспокоит, и вы такие, оу, все, отписка, поэтому, блин, скажите мне, как вам вообще эта тема интересна, неинтересна, у меня в основном девчонки, поэтому я думаю, девчонкам все-таки было бы, наверное, интересно, да, про роды, я думаю, что, я прям роды, конечно, снимать, ребят, не буду, но в телеграме кружочки какие-то буду выкладывать с этого процесса сто процентов, ну, потому что, блин, а как, а как, будут делиться, как бы, эмоциями, надеюсь, что это не сильно плохо, но я сейчас стала, знаете, раньше я активно читала там про роды, про все вот это, сейчас я больше читаю про то, как с ребенком взаимодействовать уже после, когда он дома находится, потому что слышу от девушек такое, что типа роды это херня, самое интересное начинается после, когда ты уже типа с ребенком, вот, поэтому, ребята, мне уже жарко, все, спасибо вам большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в телеграм, что еще, все, в принципе, кстати, знаете, еще говорят, типа, когда у тебя девочка, у тебя плохая кожа становится, типа, дочь забирает красоту, не знаю, ребята, мне наоборот в беременность пропали все прыщи, вообще, абсолютно очистилась кожа, ну, то есть, как будто бы гормональный фон, он пришел в норму, то ли, наверное, выделяется много гормонов, и у тебя становится хорошая кожа, там, потому что, видимо, в этот период особенно много всего в организме выделяется, что благотворно влияет на кожу, у меня вот нет прыщей там ни на спине, ни на лице, нигде, не знаю, что будет после, потому что девочки тоже жалуются, что после там выпадают волосы, крошатся зубы, ногти, не знаю, пока у меня крепкие ногти, но буду, в общем, держать вас в курсе, но мне кажется, это все просто какие-то вот страшилки все друг у друга собирают, может быть, статистически, конечно, это может быть статистически, но то, что вы попадете в этот процент, он минимален, скорее всего, все должно быть у вас нормально, вот, в общем, все, я наелась, ребят, это я оставляю, будем кушать, пить чай, советую, кстати, реально советую, классная сладость, и мне кажется, некалорийная, потому что шоколада здесь, правда, немного, не прям толстый слой, все, всем пока!